Нет, ну Коралловый клуб на месте. Коралловый клуб развивается. Коралловый клуб, значит, изменил форму и усовершенствовал ее. То есть сейчас Коралловый клуб работает, поставляет продукцию в 150 стран. Их всего 184, вот в 150 стран мы уже поставляем. Причем это делается практически одним нажатием кнопки. Так и остались склады в 38 странах. Как Россия развивается. У нас был определенный период переформатирования, потому что содержание у нас всегда было очень глубокое, а форма у нас немножечко не успевала. То есть немножечко отставали компьютерные сайты, немножечко отставала система рассылки. Сейчас все это приведено в норму. То есть компания уверенно, очень уверенно набирает обороты, присоединяются новые страны. И Академия здоровья на месте. То есть 18 лет уже Академия здоровья работает исключительно для интересов Кораллового клуба. И поэтому, естественно, мы приблизились впервые в мире к технологии здоровой жизни. А по поводу продуктов компании Коралловый клуб, я вас заверяю, что качество осталось на высочайшем уровне. Потому что качество продукта это основной бренд Коралла. И любой человек может сделать анализы, любой человек может обратиться в компанию, в отдел сертификации, и ему расскажут, что включает, как включает. Потому что эта информация не секретная, и качество это основной бренд Кораллова клуба. Очень хорошо. Всегда было и есть. У нас внутреннее производство. То есть мы не имеем отношения ни к каким другим сетевым компаниям или к рынкам пищевых добавок. Потому что у нас все собственное, все свое и все абсолютно эксклюзивное. Потому что все этапы технологического процесса находятся под полным контролем. И так как у нас президент живет в Торонто, то практически это собственное производство с постоянным секундным контролем. То есть здесь в принципе даже невозможно никаких подделок. Мы сами пьем эту продукцию. И уже в течение 18 лет. Вот мне многие говорят, что смотрят мои лекции какие-то, которые были 15 лет назад. И говорят, вот вы сказали вот это. Я говорю, милый мой, я сказала это 15 лет назад. Они говорят, да нет, Ольга Алексеевна, вы там выглядели хуже, чем вы выглядите сейчас. Вы говорите, сейчас выглядите лучше. Я говорю, так друзья мои, прошло 15 лет с того момента, как это было. И я вижу людей, которые в коралл-клубе, которые пользуются этой продукцией. Время для них как бы остановилось. Время для них как бы остановилось. Потому что мы общаемся 18 лет с этими людьми. И люди лучше, лучше и моложе, и краше. Я сама хочу снять все свои старые ролики. Потому что 15 лет назад я совершенно, так сказать, по-другому выглядела. Я сейчас больше тебе нравлюсь, чем раньше. Энергия у меня другая. То есть я пью эти продукты, мама пьет. У меня пьют все практически. Единственное, в чем мы уверены, я говорю, что ни в чем нельзя быть уверенным. Ни в ценах, ни в политиках, ни в дружбе России и Америки. Единственное, в чем мы уверены, это в качестве своих продуктов. Я очень рада, что мы с вами снова вместе в эфире. Я очень рада, что мы с вами работаем. Я очень рада, что мы на одной волне. И что мы уважаем то, чем занимается каждый из нас. Я хочу, чтобы биологически активные добавки заняли полноценное место. Потому что это очень щадящая история эксплуатации природы. Если человек съедает две таблетки хлореллы и получает суточную дозу всего, что необходимо, вместо килограмма мяса, конечно, это надо делать. И я готова с вами за эту тему стоять и продвигать, и за экологию, и обязательно за разум. Когда люди до сих пор, причем даже с медицинским образованием, что удручает, говорят, например, такую глупость, что есть надо белок животный, потому что это полноценный белок, вот они читают мантру. Я спрашиваю, а что значит полноценный? Они говорят, ну потому что там все 8 незаменимых аминокислот. Сразу возникает вопрос, а что, нет растительных продуктов, где есть, например, 6 аминокислот, незаменимых из 8 или 7, или, например, 5, и что мы не сможем съесть 2 или 3 продукта и получить все 8? Это первый абсурд. Второй абсурд такой. Дорогие друзья, какой бы вы белок не съели, высокомолекулярный животный, или там соевый, или, так сказать, из орехов, или вы, если съедите там в виде полипептидных сыпочек, из там любых растений, там, так сказать, допустим, зелени, фруктов, овощей, вы что думаете, вы этот белок можете усвоить? Да никогда. Любой белок, пройдя через ЖКТ, он обязательно, дойдя до тонкого кишечника, разберется, он обязан разобраться до мономеров, то есть до аминокислот. Если это не происходит, и часть цельных белков всасывается в кровеносную систему через кишечник, а это происходит, когда человек ест по своему невежеству мясо, к сожалению, то тогда возникает реакция антигена-антитела с образованием кадаверина, трупного яда, гнойных токсинов и так далее. И они не все выводятся из организма. Ну а если вы съедаете даже растительный, любой белок, он все равно обязан разобраться. И если он разбирается до аминокислот, кровью эти аминокислоты вместе с другими питательными веществами идут в каждую ткань, в каждый орган, в каждую клетку нашего организма, где в органеллах, которые называются рибосомы, происходит что? Процесс биосинтеза белка, то есть сборки белка. Итак, если мы верим основам биохимии и понимаем, что в каждой клетке организма, в данный момент времени, который ни один академик не знает, какой нужен белок в данный момент времени данной клетки, а только природа, и если мы понимаем, что белок у нас, любой белок, который нужен нашему организму, синтезируется у нас в рибосомах, в клетке, то есть соответственно, то нам в питание что нужно? Вопрос белок? Нет. Ответ нам нужны аминокислоты. Вот и все. Согласна. Я всегда говорила, что очень просто быть просто тупо вегетарианцем и веганом, то есть ничего не получится, надо быть умным вегетарианцем, умным веганом. Конечно, конечно. Я всегда вегана спрашиваю, где вы берете метионин? Если он не может ответить, я говорю, запишитесь к Юре Андреевичу, обучитесь, потому что вы себя обедняете, то есть нельзя просто убрать, выкинуть животный белок, надо заменить его растительным полноценно. Согласна? Совершенно верно. Да, да. А я хочу еще сказать по поводу препаратов кораллоклуба. Вы же сами понимаете, что я знаю практически все БАДы, которые делаются в мире. То есть я эксперт по БАДам. Я знаю их и физически, и химически, и механически, все знаю. Но я не могу гарантировать их качество, потому что я не имею доступа ни к сертификатам, ни к чему. Кораллоклуб – это то, с чем я работаю 18 лет, то, что я пью сама. И за качество которого я как бы могу себе отчитаться. Потому что вы же тоже понимаете, что я могу порекомендовать людям послать их в аптеку, туда-сюда, они придут, их отравят, а потом дальше Ольга Алексеевна скажите, что мы выпили и как так получилось, да? Я должна быть уверена в качестве, так же, как вы в своих продуктах, Юрий Андреевич. Продолжение следует...